На реконструкцию здания для театра Афанасьева начали поступать федеральные деньги. Всего из госказны выделили 300 миллионов рублей. Это позволит полностью завершить работы в бывшем кинотеатре «Пионер». Превратить старые стены в современный храм Мельпомейна собирается через два года. Мои коллеги побывали на стройплощадке. Этот рельс позапрошлого века вынули из стены бывшего кинотеатра «Пионер». Перекладывали кирпич еще царских времен. Две рельсы и между ними свод из кирпича. Купеческий дом, потом кинотеатр, здание с богатым прошлым. Под землей несколько фундаментов. По стенам можно историю строительства изучать. Несколько реконструкций в досоветское время, в 30-х годах и совсем недавно, в 2004-м. 37-й год, он похуже уже качество, но достаточно нормальный. Ну и сейчас, ну, 2000-е годы подкачали, я бы так сказал. Новую реконструкцию начали летом. Сейчас уже залили бетоном перекрытия. Во многих местах поменяли кладку, укрепили стены. Работы впереди еще много. Мэр особенно заостряет внимание и ставит задачу строителям – максимально защитить соседей от шума и пыли. Культурный объект строим. Потом хотелось бы, чтобы это… Теперь еще. Я предлагаю с дорожниками поговорить. Вот я пешком специально прошелся. Вообще говоря, напрашивается вот здесь пешеходный переход. В здании будет все для театра. Сцена, гримерки, склад и два лифта. Грузовой и пассажирский. Их разместят как раз там, где сейчас котлован. Впечатляет. Все будет красиво, поверьте мне. Работы по первому контракту завершат 20 декабря. На стройке должен остаться крепкий остов здания, стены и перекрытия. Но уже 15 декабря будет известно, какая фирма закончит реконструкцию. Мы получили 50 миллионов запланированных бюджетных денег от областного бюджета. Это решение было заложено ранее, год назад. И это позволило нам начать строительную работу, отыграть конкурс только на эти 50 миллионов. Дальше была проделана колоссальная работа, чтобы подвинуть сроки помощи со стороны федерального бюджета или участия федерального бюджета в этом проекте. Из федерального бюджета выделят 300 миллионов рублей. Компания, которая выиграет конкурс, должна будет сдать готовый театр через два года. Алексей Фазлеев, Александр Сульдин, Дмитрий Кан. Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok